Нам передали рукопись Ирины Корженевской. И хотя автор рукописи – вполне сложившийся писатель, и то, что мы процитируем, уже вполне литература, а в нашей книге это скорее недостаток, чем достоинство, мы в виде исключения приведем несколько отрывков. Хлебный магазин, где я получала паёк, находился на углу напротив. Там, как и везде, окна заложены мешками, а продажа идёт при свете коптилки. Недавно я заметила, что у входа в магазин сидит овчарка, шкура и скелет. Она сидит и смотрит на входящих и выходящих, и глаза у неё горят и просят. Но кто может с ней поделиться? Все проходят, не глядя. Она всё сидит и сидит. Смотрит на каждого, и на меня в том числе. «Однажды я видела, как она шла к моему посту. Она шла на трёх лапах. Передний левый болит. Может быть, вывихнута? Где же её хозяева? Умерли или выпустили её, чтобы она сама кормилась?» Собачка деликатна, просит без унижения. Взгляд её говорит. «Я умираю от голода. Может быть, вы дадите хоть крошку?» Я приласкала эту собаку и приподняла губу, чтобы взглянуть в зубы. Совсем молодая овчарка. И я поднялась к себе на четвёртый этаж. Отпираю дверь. И глядь, овчарка пришла за мной. Как раз я накануне нашла зелёный хлеб. Придётся с ней поделиться. Я дала ей окаменелый кусок, и собака жадно его грызла. Потом я обмыла бутылку и напоила её тёплой водой. Собака ничего не просила. Была благодарна, свернулась калачиком и уснула. А ведь не может быть, чтобы она не понимала, что людям сейчас очень трудно. Сколько времени жила у меня эта собака, я не могу вспомнить. Помню только, что я уходила, а она оставалась. Она не виляла, когда я возвращалась. Может быть, ей было трудно вилять. А может быть, овчарки вообще не виляют. Я была рада, что у меня дома есть кто-то живой, и он ждёт меня. Иногда я разговаривала с ней, но большей частью мы молча смотрели друг на друга. Я назвала эту собаку Проспером. Проспер – значит благополучный. Глядя на лихорадочно горящие глаза Проспера, я думала, что может прийти момент, когда кто-то из нас обезунеет от голода и бросится на своего случайного друга, чтобы съесть его. Но пока я в здравом уме, я не могу убить существо, попросившее у меня приюта. А собака настолько же слаба, что, пожалуй, не в состоянии броситься на меня. Кроме того, овчарки благодарны и помнят и обиду, и ласку. Я начала ощущать, как я слабею. Я плохо спала, видела съестной во сне, поминутно просыпалась и слушала, как тикает в репродукторе. Выключить радио было нельзя, оно предупреждало о налётах. Но ночные налёты случались редко, а днём и вечером немец бомбил всегда в одно и то же время. Зелёный хлеб кончился, и я возобновила разведку в квартире. Нужно было найти и топливо. Табуретки были уже сожжены, сожжён и мой кухонный столик. Теперь я обратила взоры на большущий кухонный стол ветеринара. Его хватит надолго, но разрубить мне таки будет трудновато. А прежде всего нужно освободить его. Я выдвинула верхний ящик. Там лежали кухонные ножи, деревянные ложки, каталка для теста. Засунув руку подальше, я нащупала что-то необычное. Это оказался чистый белый узелок, величиной с кулак. В нём было что-то сыпучее. Может быть, горох? Я развязала узелок и увидела кукурузные зёрна. Вот сюрприз! Но откуда в Ленинграде кукуруза? До войны как-то продавали кукурузную крупу, похожую на манку. Из неё можно было варить мамалыку. Но цельных зёрен кукурузы в Ленинграде, пожалуй, не сыщешь. И зачем они здесь, где не должно быть съестного, да ещё засунуты в самый дальний угол и завязаны наподобие синьки? А ведь если их сварить, они разбухнут вдвое, и я смогу протянуть ещё два-три дня. Я съела всего несколько зёрен и дала горсточку Просперу. А утром я разделила кукурузу на две части. Одну отдала Просперу, а другую положила в кулёк и после лекции отнесла тёте Оле. Проспер не выдержал. Зелёный хлеб кончился. Кукурузу он съел. И вот дня через два после этого, когда я уходила в институт, он встал и вышел вместе со мной. «Я не стану тебя удерживать», — сказала я ему. «Но право же, у меня тебе всё-таки лучше. Я наверняка не убью тебя. И в моей комнате немного теплее, чем на улице. Мне будет без тебя грустно». Всё-таки он ушёл. Я видела, как, пошатываясь, он поплёлся к помойке. Наивный пёс. Субтитры создавал DimaTorzok